А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 4 августа, день Марии Магдалины. Назвам честь равноапостольской святой мироносицы Марии Магдалины. Относительно первой части жизни Марии известно, что она была подвержена тяжелому, неизлечимому недугу, была одержима, по евангельским словам, семью бесами. По учению Христа Спасителя следует полагать, что Мария была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а проведение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией. В этот день уходили в лес собирать ягоды, поэтому этот день имеет название Мария Ягодница. К этому времени поспевала черная и красная смородина, из которой варили варенье. Также готовили на ее основе лекарственные средства от простуды и иных болезней. Было принято умываться утренней росой, мол, она обладает чудодейственными свойствами, делая лицо белым и чистым. Приметы. Сегодняшняя гроза предвещает богатый урожай зерновых культур. Сильные росы сегодня утром предвещают слабый урожай льна. Не стоит работать в дождливую погоду в поле, молния убить может. Здесь столько естественных сахаров, которые не просто вкусные, но питают и сердечную мышцу сразу же. Если много съесть арбуза, то он будет слабить. Если его съесть в меру, то подействует как мочегонное средство. Удивительная ягода, любимая всем народом. Приятного аппетита. Я в вас в гостях. Вы, я знаю, один из самых старейших людей, который занимается арбузами, дынями, тыквами и знает о них очень-очень много. Ну, занимаемся, люди берут и лечиться, и есть. И вообще-то самый старинный продукт, который рассеет люди и ест. Спасибо, спасибо, хватит. Ручку. Ну, давайте. А! Это завтрак какой-то. Да. Как вы говорите, это один из самых старинных продуктов на России. И на России, и вообще на земле, будем так говорить. Привезен он откуда к нам? С Америки или с Африки? Завезенный. Сортов сейчас очень много. Наши российские сорта уже отодвинуты на задний план, но мы все равно стараемся их производить, потому что наша есть наша. Вот этот икар выведенный, наш сорта. Это называется икар? Икар. Шоргит. Вот у меня, когда почки болели, я их начинал осенью есть. В какой возрасте у вас их подберкут? Где-то сейчас скажу, в каком. Мы когда, мать, перевезли сюда? В 86-м. В 86-м. Вот. Первый раз он мне пристал. Ну, потом вот этот я стал расправить, как бы занимался. Ребята, ехай арбузы. Не хочешь, а ты их ешь. Вот было так, что с огусь. Не хочу, а я его ем. Сколько в день седали арбузы? Именно арбузной мякоти? Ну, конечно, не шкорки, а мякоти. Ну вот. Я в основном его ем, я так ем. Я емал с хлебом. Только с хлебом. Ну, обычно и советуется есть арбуз с хлебом. Да, да, да. Ну, я его люблю. Мне с детства приучили так. Ну, я тоже люблю арбуз. Только с хлебом. Не, с хлебом только. Я не с хлеба арбуз. Вот. И у меня переставали болеть почки, выходили камни. И где-то до мая месяца, ну, я-то жил в микрорайоне, а водичку пили с под крана. Ага, с под крана водичка образовывала камушки. Образовывала камушки. Вот у меня арбузы ел, я их выгонял. Мы ходили неспокойненько, без больших болей. Хотя сейчас вот жалуются, что поел арбуз, мне схватило. Наверное, это гонит, очищает. То есть надо понимать, что это происходит. Гавел Илья Клющич, а сколько вы ели арбузов вот за день? Ну, я мог 2-3 килограмма мякоти съесть за день. 2-3 килограмма, вот здесь сколько мякоти будет? Ну, здесь примерно примерно килограмм 10. Килограмм 10, ну, примерно, значит, одну третью этого арбуза съедали за день. Сколько дней вы ели? Не за день, за день присъезд. За день присъезд! 2-3 килограмма. Вот так же, то есть вот этот арбуз вы съедали. Ну, за день можно было съесть. Если 5-6, я бы его за один раз съел. То есть хотелось, не хотелось? Не, ну, я, во-первых, я их и люблю. А во-вторых, когда мне сказали, что это лечебный, я его съел уже не хочу, но я его ем, особенно на ночь. А почему на ночь? Ну, ночью лучше усваивается, промываются почки. Рекомендовано есть на ночь. Хотя и в туалет курите, но все равно на ночь? Ну, в туалет. Тут, когда почки болят, тут не обращайся в тему, как это 5-6 раз станет. А сколько дней ели? Все лето. Все лето? То есть начинается арбуз? Вот, начинается арбуз, и пока еще на хранение ложим, и после Нового года едим их, и пока не могут лягать. Это примерно в августе начинаете, и едите август, сентябрь, и, наверное, октябрь. И ноябрь, и декабрь, меньше, конечно, там, но все равно неделю там. Сохраняется? А вот еще какие-то цукаты делают с арбузной курочкой. Ну, раньше она, как и мать, делала варенье с арбузом. Варенье? Мед, не как он называется. Арбузный мед? Да. Как он называется, но у нас арбузный мед называют. А как она его делала? Отец привозил с поля, там, напревший такой, вырезали, обчищали, ну, то, что не, 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 это самое, не кондиционно. Не кондиционно, да? Не кондиционно. Угу. Она обрезала мякоть, как просто она просто вываривала, семечку убирала, и кипитила до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. И потом банки заливали, и так же всю зиму ели. Угу. Узвучали путем выпаривания. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч!